Приветствую вас на канале посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Цель канала просвещать потенциальных покупателей, продавцов, а также профессиональных операторов рынка недвижимости. Сегодня мы будем говорить о рынке живой недвижимости города Чернигова и Черниговской области. Мы поговорим о первичном и вторичном рынке. Мы также с вами разберемся, что такое колебания и тенденции, и какие факторы влияют на развитие рынка недвижимости в целом. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. Перед вами карта города Чернигово в разрезе административных районов. Мы будем говорить о колебаниях, это как и срочные процессы, которые протекают на рынках. Период исследования октябрь-ноябрь 2020 год. Мы видим, что за прошедший период исследования недвижимость в городе Чернигове подешевела равномерно во всех районах. Веснянский район минус 0,23%. Новозаводской минус 0,23%. Мы продолжаем говорить о рынке недвижимости. Это класс социальных жильев, вторичный рынок. Это квартиры, построенные в период с 1950 по 1992 год. Напомню вам, что всеобщее количество квартир этого класса, который эксплуатируется в Украине, составляет 15 миллионов 200 тысяч квартир. Вот такое наследство нам досталось в виде жилого фонда после развала Советского Союза. Также напомню вам, друзья, что мы в течение года наблюдаем порядка полутора миллиона квартир этого класса, которые выставляются для продажи. Так что выборка, с которой мы работаем, она однородная и репрезентативная. Это очень важно для исследования. Также напомню вам о методологии. Методологии, которые мы применяем, это метод статистического анализа. И исключительно всегда обосновываем свои умозаключения с помощью статистики. Также мы применяем метод многофакторного анализа и, конечно же, метод сравнения и колебаний. То есть мы сравнение, я прошу прощения, и классификации. Мы классифицируем недвижимость на классы и по каждому классу разбираемся, что происходит с рынком. Итак, мы видим, что в ноябре месяце стоимость квадратного метра достигла 431 доллар в целом по городу и показала нам отрицательное делание поснижения минус на целых 23 сотых процента. Ну, в этом слайде мы будем говорить о перспективах вторичного рынка, ну и также тенденциях. Напомню вам, что тенденции это долгосрочные процессы, которые протекают на рынках. На тенденции влияют внутренние эндогенные факторы, которые находятся внутри экономической системы. И также напомню вам, что рынок недвижимости является сложной, саморегулируемой социально-экономической системой с обратными связями. Давайте будем разбираться, какие внутренние факторы влияют на систему в целом. Ну, один из основных факторов это соотношение спроса и предложения. То есть количество продаваемого жилья и количество купленного жилья. Ну, очень такой интересный фактор или показатель. Мы о нем поговорим чуть позже. Я покажу вам общее количество жилой недвижимости, которое было куплено в Украине в целом. А сейчас давайте рассмотрим, что происходило на рынке жилой недвижимости. Вторичный рынок города Чернигова. Период исследования. Это ноябрь у нас 2019 года. Видим стоимость квадратного метра 428 долларов. И уже в ноябре 2020 года стоимость квадратного метра 431 доллара, что показало нам положительную динамику роста. Плюс 0,7% в годовом измерении. Напомню вам, друзья, что город Чернигов входит в северо-восточную группу, вообще это называется северо-восточная территориально-экономическая группа городов. Где, в общем, там 4 крупных областных центра. И он единственный, этот город показал нам положительную динамику. К, так сказать, к концу года мы увидим примерно те же цифры. Хотя я в марте месяце говорил, что снижаться будет порядка на 2% в годовом измерении. Но это можно объяснить тем, что мы уже как бы видим закономерности. Наука изучает не уникальные события, а события, которые повторяются. Где мы можем определиться с закономерностями, которые, в общем-то, наблюдаем. Города, где стоимость недвижимости, в общем-то, недорогая, они, это не только в этом регионе, который мы сейчас рассматриваем, в северо-восточном, но и в центральном регионе, кто смотрит мои ролики. Там два города, Черкассы и Капюринске, меньше всего дешевеет недвижимость. Но это связано с тем, что, в общем-то, там стоимость квадратного метра и так не высота. То есть уже ниже, как бы, Пинтуса опускаться, ну, не хочет рынок, да. Вот такие вот, друзья, у нас наблюдения. Будем говорить о квартирах эконом-комфорт бизнес-класса в этом слайде. Жилье, которое построено в период самостоятельной независимой Украины. Общее количество этих квартир, где-то порядка 1 миллион 900 тысяч. Так немного было построено качественное жилье за период самостоятельной Украины. Мы также, в целом, по Украине наблюдаем порядка 200 тысяч квартир этого класса, которые, в общем-то, ну, продаются, да. Мы видим, то есть выборка, с которой мы работаем, она однородна также и репрезентативна. Мы видим, что в ноябре месяце стоимость квадратного метра достигла 511 долларов и не показала нам ни положительной, ни отрицательной динамики. Ну, о перспективах мы уже говорили вторичного рынка, то есть там сохраняется, как и в этом классе, в этих классах жилья, так и социальное жилье, сохраняется положительная динамика по итогам года, где-то будет, ну, плюс 0,50%, то есть 0,5% останется положительной динамики. Вот так по-разному ведет себя недвижимость в разных, в общем-то, городах. И пришло время поговорить о анонсированном мною показателе активности рынка. Это общее количество транзакций в целом по Украине. Структурой можете ознакомиться. Сюда входят договора купить продажи, договора обмены, договора о дарении. Ну, есть цифры и также результатирующие данные есть. Так вот, показатель активности рынка недвижимости, если мы будем сравнивать 9 месяцев 2020 года с аналогичным периодом 2019 года, мы видим, что количество транзакций достигло 307 812 договоров отчуждения прав собственности на недвижимое имущество, что на 5,6 меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Ну, понятно, что рынок, активность рынка недвижимости снижается, рынок недвижимости, как и другие рынки, в общем-то, реагируют на кризис. Теперь давайте поговорим о показателе спроса. Это количество приобретенных квартир в целом по Украине за период 9 месяцев 2020 года, который мы сравним с аналогичным периодом 2019 года. Мы видим, что 210 964 квартиры было куплено за 9 месяцев 2020 года, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. То есть, все понятно, как бы, кризис, активность уменьшается, владееспособность людей уменьшается тоже, то есть у людей нет возможности приобретать недвижимость. Поэтому мы видим, что рынок недвижимости в плане спроса также снижает, снижает свою активность. Это уже, друзья, тенденции, которые мы будем наблюдать и в следующий год. Давайте попробуем разобраться с первичным рынком. Это квартира эконом-комфорт бизнес-класса. Мы видим, что это жилье, кстати, не сданное в эксплуатацию, кто не знает. Мы видим, что в ноябре месяце стоимость квадратного метра достигла 339 долларов. Напомню вам, что в первичном рынке недвижимость продается исключительно за гривню. Для вашего удобства мы переводим это все по курсу Национального банка в доллары, для того, чтобы вы могли сравнивать процессы, которые происходят в первичном и вторичном рынке. Не просто сравнивать, а в динамике все это в виде. Мы видим, что за период исследования октябрь-ноябрь снижение минус 3,15% в долларах. Повторюсь, друзья, это на протяжении уже 10 месяцев. Я и цифры вам показываю, что первичный рынок, в общем-то, первый вошел в состояние, так сказать, кризиса. Это тенденции, которые мы будем наблюдать весь следующий год. Ну и подтверждение моих слов. Последний показатель. Это показатель количества сданного в эксплуатацию жилья. Это независимый источник статистики Украины. Мы видим, что в сравнении 6 месяцев 2020 года с аналогичным периодом 2019 года количество сданного в эксплуатацию жилья составило 13 965 квартир, что на 19% меньше, чем за аналогичный период от 2019 года. То есть строительная отрасль отреагировала также на кризис. И если говорить о Черниговской области, то видим, что в 2020 году за первое полугодие было сданного в эксплуатацию 148 квартир, что на 69% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Друзья, ну вот давайте соберем все пазлы в общую картинку. То есть три независимых источника. Количество построенных квартир. Мы видим, что в первичный рынок, в общем-то, строители все меньше сдают в эксплуатацию жилья. Не потому, что они не хотят строить, а потому, что, друзья, эта недвижимость не пользуется спросом. То есть ее не покупают и они вынуждены снижать, так сказать, количество сдаваемого в эксплуатацию жилья. То есть зафиксировали первый показатель. Еще раз повторюсь, это служба статистики дает данные. Второй показатель, это показатель активности рынка. Предыдущий слайд, я говорил вам, что на 6% количество купленных квартир в сравнении с аналогичным периодом 2019 года снизилось. То есть активность снизилась, у людей нет денег. Это тоже реальность сегодняшнего дня, оно понятно. Второй показатель зафиксировали в Минвестерстве инвестиций Украины. Третий показатель, это компания Алим Консалтин дает нам среднюю стоимость квадратного метра жилой недвижимости, в данном случае вторичный рынок. Мы видим, что, естественно, стоимость снижается. Это тоже объективные, так сказать, моменты, которые мы, я в том числе, пытаюсь на протяжении года уже рассказывать вам. Друзья, которые мне говорят, что рынок недвижимости растет, обоснуйте, пожалуйста, это не просто там, сказав, что он растет и показав какую-то цифру непонятно откуда взявшуюся. Обоснуйте, покажите, какие факторы влияют на рост рынка. И тогда, пожалуй, я с вами соглашусь. А пока мы видим, что первичный и вторичный рынок находятся в состоянии кризиса и это тенденции, которые будут длиться весь следующий год. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости Украины, вам необходимо, что сделать правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете меня обсуждать, критиковать. Особо умные могут посылать нахер. Но, если, друзья, у вас есть аргументы, вы также должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг. Не путайте нас, пожалуйста, с ослугами народа. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости. Еще, друзья, помните о статистике и о недвижимости позаботимся мы. Вы позаботьтесь о своем здоровье. Не болейте, друзья, и оплачивайте вовремя жилищно-коммунальные услуги компаниям-монополистам.